Приветствую вас! Вы знаете, прочитав ваш вопрос, я подумал, что вам требуется довольно серьезная помощь. Это не является какой-то манипуляцией с моей, например, страной. Это не является попыткой принудить вас к тому, что нужно получить консультацию. Дело в том, что, во-первых, вы боитесь одиночества. Вы боитесь его, скорее всего, давно уже. Вы боитесь его довольно большой промежуток временно. Вы боитесь одиночества, скорее всего, с детства. И именно тот факт, что вы боитесь одиночества, скорее всего, заставляет вас терпеть вот то, что делает ваш мужчина. Второе. Это более ценностное отношение к себе. Настолько, насколько это вообще возможно. То есть, почему вы позволяете мужчине вот так с собой обращаться? Почему вы позволяете ему распускать руки? Почему вы позволяете ему устраивать скандалы? Что заставляет вас давать ему снова и снова шансы? Снова и снова вы даете ему шансы. И я бы хотел, чтобы вы как следует подумали, зачем, для чего вы даете ему все шансы. Снова и снова, снова. Что вам видит? Это очень важно. Более ценностные отношения к себе. Выработка более ценностного отношения к себе здесь поможет вам реализовать себя полностью в отношениях с мужчиной. Далее. Далее это ответственность. То есть, вот вы говорите, что познакомились мы за долго на наших отношениях. Общались редко, но он меня всегда вызывал в эстатию и восхищение. Чем? Кто любит погулять? Чем? Что скантали? Кто любит выпить? Чем он у вас вызывал восхищение? В чем он вам нравился и нравится до сих пор? Постарайтесь, пожалуйста, об этом подумать. Это важно. Это важно именно для понимания. Для понимания того, какова ваша субъективная сторона в данном контексте. Восхищение. Восхищение. Тоже важно. Восхищение, чем он у вас вызывал. Далее вы общались, общались, общались. Потом что-то вспыхнуло и вы влюбились. Влюбиться можно. Это не плохо, это хорошее чувство. Но то, что вы влюбились и не можете его выгнать, хотя он ведет себя ужасно отношению к вам. То, что вы влюбились и ничего не можете с этим поделать, с тем, как он себя ведет. Опять же, обращение к вам. Это плохо. Это говорит о вашей определенной зависимости. И я хотел бы, чтобы вы подумали, какая она, эта ваша зависимость. В чем она, эта ваша зависимость проявляется, почему он так вам нужен. Понимаете? То есть, есть определенное противоречие между тем, что вы хотите и между тем, что вы получаете. И я хочу понять, что привело вас к этому, что привело вас к вот этому вот пониманию, что привело вас к вот этой вот позиции, что привело вас к этой ситуации, это нужно разбирать. Понимаете? Необходимо это разбирать. И в этой, в этом контексте, в этом контексте, да, значит, вопрос к вам. Насколько вы, например, верите ему в том, что он вас любит? Насколько вы, ну, понимаете, насколько вы понимаете любовь в его контексте? То есть, понимаете ли вы, что это любовь, согласны ли вы с тем, что это любовь или нет? Что заставляет вас ему верить? И так далее. Вот эти моменты, я думаю, вам нужно обязательно для себя выделить. Что будет, если он уйдет? Что произойдет, если он уйдет? Вот вы говорите, что, значит, пытаетесь выгнать, но он не уходит. Что значит, пытаетесь выгнать, а он не уходит? Это ваша квартира, квартира, и вы имеете право его выиграть. Значит, вы сами это делаете недостаточно. Недостаточно сильно вы настаиваете на этом. Ну, достаточно активно корректируете свое поведение, исходя из вот этого вот желания вашего. Но самое главное это то, как вы относитесь к нему и к себе. Вам нужно подумать, что мешает вам сказать «нет» такому отношению, какое он продвигает во взаимодействии с вами. Какие блоки стоят на пути? Простите себя о том, что произойдет, если он, например, уйдет от вас совсем. Что случится тогда, в этом случае? Что произойдет? Постарайтесь подумать. Постарайтесь представить себе ситуацию, что он уходит, а вы остаетесь. Попробуйте представить себе эту ситуацию. Попробуйте воссознать ее. И подумайте, боитесь ли вы ее? Избегаете ли вы ее? Или все же нет? Или все же нет? Ответьте себе на этот вопрос. Попробуйте. Я думаю, что это задолбнет вас на определенные мысли. Я думаю, что это необходимо вам. Вы говорите, у меня крик души. А, соответственно, если у вас крик души, то вы оказались в безвыходной для себя ситуации. Вопрос. Что конкретно безвыходного в вашей ситуации произошло? Что конкретно в вашей ситуации такого, что от вас не зависит? В вашем жизненном этапе сейчас, что вы чувствуете абсолютно полную потерю, например, абсолютно полную потерю, ну, скажем, контроль над своей жизнью. Подумайте об этом, пожалуйста. И я надеюсь, что вы придете к определенному выводу. Надеюсь, что вы придете к определенным мыслям. Ну, например, например, ваши слова о том, что вы, значит, постоянно даете мыслям. Ведете к моему обещанию, ведете к моему слова о любви. Всем прониктованно. Вы говорите, что он доводит вас до истерик. Это не он доводит вас до истерик. Это не он доводит вас до истерик, а вы позволяете ему доводить себя до истерик. Вопрос в том, почему, для чего, ради чего. Вот это, пожалуй, очень важный момент. Важный момент, который вам необходимо для себя определить, выявить и понять. Я надеюсь, что вы это сделаете. Надеюсь, что вы подумаете в этом направлении обязательно. И тогда у вас и придет понимание того, как вам дальше жить, что вам дальше делать и так далее. Понимание придет, как только вы возьмете ответственность за свою жизнь. Сами. На себя. Не на других будете опираться в своем восприятии мира. Не от других ждать каких-то действий для улучшения, например, улучшения я, например, в своей жизни. А сами. Сами берете и сами получаете то, что вам нужно. Но для этого, конечно же, нужно понять, что вам мешает. И вопросы, которые я вам задал, помогут этот момент прояснить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы делаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! КакListen,Ta Санкт-Петербурд .